Солдаты из Северной Кореи в Белом доме, говорят, не знают, что они будут делать в России. Тем временем, говорят, семь стран НАТО знают, что они против вступления Украины в Альянс. Ну и в Белоруссии, говорят, уже точно знают, когда будут президентские выборы и при чем здесь квадроциклы. Во всем этом и остальном важном, что говорят, нам сегодня поможет в течение ближайших получаса разобраться российский политик, общественный государственный деятель, депутат Государственной Думы, Четырехсозывов, Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте и спасибо, что здесь. Да, Слава, я приветствую вас и, конечно, приветствую всех зрителей, которые будут с нами. Ну, слушайте, давайте начнем сначала. Тема присутствия северокорейских военных. Нас широко в прошлой неделе обсуждается и до сих пор пульсирует. Для чего это северокорейцам, во-первых, и почему и Марк Людте в том числе сначала говорил, но мы особо у нас нет информации там неподтвержденной. Потом американцы все-таки подтвердили это на официальном уровне, но тем не менее вот сказал Кирби на брифинге, что нет информации, не знают зачем. Ну, тут есть два аспекта. Первый аспект – втягивание в войну, как бы, так сказать, в большее сотрудничество северной Кореей. У Путина там есть свои планы. Это может быть даже какая-то карта такая, слегка раздражающая Китай, что, смотрите, ваш цепной пёс не только уже ваш, но он ещё и по нашей команде лавит. Понятно, что там 10 тысяч корейских солдат сильные, так сказать, там их сильно из фронта не изменят, но всё-таки Путин сейчас выскребает вот это слово, знаете, вот в колобке, да, как где-то поросил бабку, сходи там по амбару, помети, по сусекам. По сусекам, да, по сусекам. И вот желание, так сказать, испечь какой-то милитаристский колобок дополнительный, оно у Путина присутствует, потому что он сейчас выскребает все резервы, чтобы не идти на всеобщую, ну, не на всеобщую, а на принудительную, на вторую волну принудительной мобилизации, которая, как я уже много раз говорил, это абсолютно точные сведения, всё готово. Всё готово для этого, но Путин исключительно из-за негативного эффекта не хочет эту мобилизацию объявлять. Поэтому он выскребает сейчас все резервы, какие только можно, увеличивается постоянно вот эта приманка в виде денег, эти деньги выплачиваются в большей части, там, конечно, не без бюрократии, не без обмана, не без всего, но тем не менее. И сумма постоянно растёт. Сейчас есть рекорд уже 3 миллиона разовой пособия, ну, там, различные слагающие этого разового пособия, но ты ещё ничего не сделал, но 30 тысяч долларов даже, или 30 тысяч евро уже получил. Плюс зарплата, которая превышает, грубо говоря, реальную, там, в 10 раз как минимум, а то бывает и больше. И пока вот ему этим удаётся навынербовать достаточное слово болванчиков, вот этих наёмников, которые продают свою жизнь за эти деньги. И идут убивать и себя, и украинцев, к сожалению. Вот, поэтому ситуация, она вот такая, она вот такая. И это попытка, как бы, так сказать, привязать ещё больше Северную Корею, расплачиваясь с ней, по всей вероятности, ракетными технологиями, системами наведения. Там говорят, что помогает Северная Корея сейчас доводить до ума первую подводную лодку, большую с ядерными баллистическими ракетами, ну, которая предполагается восстановить на эту подводную лодку, и США это тоже очень сильно напрягает. Не только США, к Северной Корею, но и так далее. И вот всё это происходит на фоне в Северной Корее усилившейся истерики, военной психоза. Там взрывают мосты и уничтожают дороги, которые соединяют Северную Корею с Южной. Хотя по газе понятно, что если кто и нападёт, то это безумный диктатор, а не Южная Корея, которой сейчас это нахрен не нужно, потому что она уже давно десятая экономика мира продолжает развиваться. Но это ужасно раздражает, как мы знаем, Северную Корею, вот эти информации о посылке войск. И наконец-таки Южная Корея, извините, начинает понимать, что это её война. Вот понимаете, проблема главная, которая мешает Украине победить, выгнать оккупанта в своей территории, это непонимание большинства демократических стран, что это их война. Ну, война Украины. Ну, там кто-то ещё по-идиотски начинает борьбу с славянских народов и так далее. Ничего подобного. Это война каждой семьи, живущей в демократических странах. Вот понимание этого есть на каком-то определенном политическом уровне, но, к сожалению, нет такого понимания на уровне, как говорится, народных масс. Будем надеяться, что оно, может быть, дойдёт, как говорится, как, знаете, до жирафа. Кто же там травит анекдоты, утром заяц травит анекдоты, а ночью жираф смеётся, поэтому, говорит, нифига, ужасный обстановка в зоопарке, спать невозможно. Вот пока там до жирафа дойдёт, до народных масс западных демократических стран, и вот они поймут, что это их война, что завтра им идти на фронт, завтра им погибать, завтра им гореть в плане взрывов и так далее и тому подобное. Вот тогда что-то будет. Поэтому Путин сейчас просто подтягивает Северную Корею и выскребает ресурсы, выскребает резервы, которые могут пойти на фронт и где-то поменять ситуацию, допустим, в той же Курской области или где-то ещё. Ну вот, думаю, что вот эти основные причины, которые толкают Путина на втягивание Северной Кореи в войну. Игорь Ильич, а реакция Запада, Америки и западных стран на присутствие военных и Северной Кореи, кроме как глубокая беспокоенность, и кроме как история про комментарий, что это будет невиданная эскалация и так далее и тому подобное, вот эта вся реакция, которая, в общем, традиционная, она не только на этот эпизод, или можно ожидать чего-то ещё при каких обстоятельствах? Я думаю, что нет, конечно, не только озабоченность. Озабоченность уже давно прошла, потому что есть серьёзная уже тревога о том, что пожар войны, он распространится на Тихоокеанский регион, а там у нас безумный Ким Син Ын с ядерным оружием, а там у нас демонстративные пуски баллистических ракет над Японией, а там у нас истерика в отношении Южной Кореи, как я уже сказал, да, а там у нас нагнетание ситуации вокруг Тайваня, и, как говорится, далее и везде. Поэтому это, безусловно, осложение ситуации на Ближнем Востоке и ожидаемый ответный удар Израиля по Ирану, который может привести к какому-то иному качеству вооружённой борьбы, вооружённого конфликта на Востоке, и он перестанет быть локальным конфликтом, он может стать гораздо более масштабным. Это, безусловно, ситуация с Афганом, которым там сегодня бурлит, кипит. Это много других очагов напряжённости в Африке и так далее и тому подобное. И вот мне кажется, что сейчас я надеюсь, я надеюсь, что западные лидеры начинают понимать, какова может быть цена, давайте честно скажем, поражения от Путина. Ведь Путин сражается, и это абсолютно, и он убеждён, и ему удалось убедить вот эту часть, бодловатую часть населения, которая его поддерживает совершенно, так сказать, бескорыстно, я имею в виду. Потому что я всё время говорю, что Путин поддерживает две категоры людей. Это не идиоты, ну, как бы, так сказать, люди оболваненные, люди, превратившиеся в какое-то стадо. И второе – это подлецы, мерзавцы. Вот они ещё из этого извлекают прибыль. Они, конечно, не уверены ни в какой там правоте, но им важно сейчас поддерживать Путин для того, чтобы иметь вот возможность для заработков, обогащения, воровства и так далее. Вот две категоры людей. Путин опирается на дураков и на подлецов. Вот поэтому вот эта вот масса, она считает, вот эти дураки, я подлецов отбрасываю, дураки, они считают, что Путин сражает со всем Западом. Что вот он такой великий, он побеждает Америку, он побеждает НАТО, он даёт бой Америке, там на коленях стоит Германия, Шольц готов там и не только звонить, а ещё кое-что там в народном языке говорят про Шольца, вот. Ну и так далее и тому подобное, что пройдёт Трамп, Трамп, так сказать, наш и так далее и тому подобное. Вот это уровень их мышления. И поэтому поражение от Путина может привести к тяжелейшим. И мы не можем привести, давайте, по слову «может» уберем, приведёт, неизбежно приведёт к тяжелейшим для всего мира военным катастрофам, политическим катастрофам, каких-нибудь там бунтов, беспорядков и так далее. Всё это обязательно будет. Мы же сейчас видим, что творят эти адепты палестинских террористов, да? Ну, да. Они же люди, которые, вот, казалось бы, ладно бы эти были переселенцы из арабских стран, тут ещё, как говорится, полбеды. Ну, когда в их ряды встают люди, называющие себя там интеллектуальной элитой Запада, с каких-то университетов, ну, мне, честно говоря, вот я всё время говорю, что ум человеческий, он не определяется степень образованности, только степень образованности. Да, образование помогает в формировании ума. Но само к себе образование не является источником ума. Вот как могут люди, обладающие, так сказать, знаниями и образованием, не понимать элементарных вещей, ну, я вот, честно говоря, почему я всё время говорю, что человек – это условно-разумное существо? Я и себя к этому отношу. Да, я очень много... Я понимаю вас, конечно. Да, могу посвятить весь эфир критике самого себя. Вот, но вот действительно условно-разумное существо. Ну, как можно преподавать в университетах ведущих некоторым профессорам и нести вот эту хрень собачью? Как Гутерриш может приезжать на Казанский форум, отказавшись от форума мира в Швейцарии? Вот кто-то мне... Кушать хлебушек, ничтоже сумнящийся. Или действительно люди настолько продажные, вот настолько, так сказать, девальвирные принципы, ценности, идеи, идеалы, настолько они девальвирны, что там желание, так сказать, хапнуть и, так сказать, прожигать эти деньги в развлечениях, оно стало уже доминирующим, вытеснило вот это все, то, что я бы сказал... Ну, а, кстати, Геннадий Владимирович, согласитесь, это очень логичное объяснение. Бабло, я имею в виду. Ну, это суперлогичное объяснение. Правильно, мне кажется, что мы вот иногда в аналитике и в объяснении разных процессов прям усложняем. Почему? Потому что мы, может быть, немножечко по-другому мыслим. Может быть, ментальная наша прошивка, она чуть другая. А иногда кажется, что все гораздо проще. Через свою логику, а она логика неправильная. Бабло побеждает зло. Это был, так, убить. Бабло побеждает зло, да, это был придуман логичным чиновниками в Кремле. Очевидно. Которые решили, что за деньги можно скупить всех. Ну, да. Хочу буквально два тезиса, если можно, вот чуть-чуть о геополитике. Вы упомянули Трампа, что Путин, ну, надеется, что Трамп придет. А придет ли Трамп, по вашим ощущениям? Ну, я... Понимаете, американские выборы всегда непредсказуемы. Последние, сколько я помню, лет 20, как бы я более внимательно, может быть, следил за выбором в США от Америки, 20, они всегда идут бровь в бровь кандидатам. И там буквально решается каким-то там, ну, грубо говоря, там десятками тысяч голосов. То есть, поэтому предсказать сейчас очень сложно. И самое страшное, что произошло за эти годы с демократиями, их очень сильно разбавили мигранты, которые поддерживают любую популистскую идею, любое популистское правительство, любых популистских политиков. И качество лидерства из-за этого. Потому что популизм, это такая штука страшная. Популизм, это когда не ты ведешь нацию каким-то целям и предлагаешь ей идеи, предлагаешь ей план. А когда ты подстраиваешься под сиюминутное настроение толпы. Вот толпа сегодня хочет, так сказать, кушать. А завтра она захочет... Нате вам бургеры из Макдраева, да? Хотите кушать, дайте бургеры из Макдраева. Бургеры, и заткнитесь, так сказать. А что будет через два года, это не ваше дело. Вот. В этом смысл, так сказать, сегодняшней деградации политических элит. Политические элиты деградируют в условиях, когда приходит огромная масса народа, не имеющая политической, да и никакой другой такой серьезной культуры. И вот отсюда и проблемы. Отсюда и проблемы. Вот Трамп придет или Кармела Харрис. Они там, вот Камела Харрис там что-то выступила, потеряла палестинские голоса. Да. Вот они лавируют. Вот мы палестинские голоса, мы израильские голоса, мы украинские голоса, мы там выходцы из Восточной Европы, голоса должны получить. И вот это вот лавирование в... То есть приводит к появлению не самых сильных, не самых умных, не самых решительных лидеров, которые иногда идут против общественного мнения. Адаптивных, да, Геннадий Владимирович? Идет адаптация под настроение толпы. И приходят люди не самые сильные политики, а приходят люди с наиболее гибким, а я бы сказал иногда и с бесхребетным состоянием взглядов, мыслей и идей. Вот в чем проблема. И вот давайте мы вспомним, допустим, Черчилля. И Черчилль слыл... Он, конечно, был невероятно талантлив, там, золотое перо Британии, там, популист, писатель и так далее, великолепная речь. Но он ведь слыл, как бы, так сказать, странным человеком несколько, таким чудаковатым парнем, который говорил те вещи, которые, ну, что он несет? А потом оказывалось, что он был прав, что он говорит. И ведь Черчилль пошел наперекор общественному мнению, что с Гитлером надо мириться, договариваться, ведь Гитлер предложил Черчиллю, ну, в смысле, Британии предложил в его лице, предложил великолепные, так сказать, условия прекращения войны, вообще не вступления Британии в войны, там, и отдать ей Суэц, и не вставаться туда, и не вставаться здесь, и признать то, и признать все, только подпишитесь на мирный договор. И Черчилль сказал нет. И его за это, так сказать, там, чуть ли не бить были и готовы каждый день, за то, что он сказал нет, когда там Британию начали бомбить, когда их там прижали армию во Франции, на этом вот пляже, на берегу, как вот, господи, Дюнкерт, есть фильм такой, вот. И он, в общем-то, ну, поставил практически на карту все, потому что он уверен в то, что вот нельзя диктатуре, перед диктатурой прогибаться, нельзя ей ничего отдавать, нужно побеждать ее. И он пошел наперекор. Вот где такие лидеры, которые могут сейчас пойти наперекор толпы, которые говорят, не надо помогать Украине, отдайте нам бабки все. Вы хотите миллиарды отдать Украине, отдайте нам. Мы сейчас купим себе еще 10 бургеров, так сказать, на сегодня, на завтра и на послезавтра. Дальше мы не знаем, что будет. И не хотим знать. То есть я утрирую, конечно, с этим бургером. Я понимаю, это очень показательно. Я понимаю, что коренные жители, уж извините так назову, коренные жители стран демократии несут огромную нагрузку, ну, скажем так, поддерживая миграцию, помогая людям, которые бегут от ужасных условий проживания в своей стране, от войны, от разорения, от унижения, от гибели и так далее. Я все понимаю. И поэтому, конечно, правое настроение появляется, и популистское настроение появляется. Я понимаю, что сейчас демократия испытывает кризис. Но, а Украине-то от этого легче? В этом-то и вопрос, да. И вот здесь вот, да, спасибо, здесь, Геннадий Владимирович, я просто хочу вот сейчас эту подтему финализировать в финальной вот этой вот финальной ремаркой геополитической «Вы Израиль вспомнили, вы часто общаетесь, и вы в контексте ситуации с израильскими коллегами и с людьми, которые находятся... Можно я скажу два слова буквально про Израиль? У меня до сих пор, как мне поставили там в Израиль приложение о воздушных тревогах. Оказывается, этот телефон, я поменял сим-карту болгарскую, сейчас в Болгарии нахожусь, он все равно работает на эти тревоги. Я причем ограничивал эти тревоги Тель-Авивом, там, север, чтобы не каждый день звучало, не каждые 15 минут. Так, вчера я посчитал, вчера, за 12 часов, чтобы просто вот люди понимали, они же не говорят об этом, что-то Израиль как-то проигрывает эту информационную работу. За вчерашний день 15 малых тревог воздушных, пуски были по различным, и две больших, когда полтерритории Израиля, треть территории Израиля находилась под угрозой ракетного удара. Вот можете представить, за 12 часов 15 малых и две больших атаки. Вот, чтобы просто вот понимали люди, что там происходит на Ближнем Востоке. Почему это происходит в Хазбаллах и Хамас? Да, я вам скажу, Геннадий Владимирович, что все те, кто в Украине находятся, они очень хорошо понимают, что вы говорите, прям очень сильно хорошо понимают вот финальная крайняя воздушная тревога, вот только утром, только утром закончилось. Вот как может встретить народ, как может быть вся страна, если враги грозят ее уничтожить по 10 раз в день или 15 раз. Ну вот абсолютно, абсолютно. И хотел в контексте, знаете, что Израиль, о вас спросить, ошибочно ли понимание, что война в Израиле – это локальная история, она миру, вот миру прямо геополитики, в том числе и влиянием на Украину, ничем это не грозит? Крайне глубокое и очень опасное, я даже сказал, преступное заблуждение думать так, что это локальный конфликт. Есть сейчас два очага новой Третьей мировой войны. Первый, главный фокус и главный очаг этой Третьей мировой войны – это вторжение Путина, его оккупационной армии в Украину и все то, что они делают. Это серьезнейшая дестабилизация мирового порядка, которая может привести к чудовищным катастрофическим последствиям. И второе отражение этого же конфликта между добром и злом, между диктатурами и тираниями, это Израиль. Это одна и та же война, одни и те же враги, одни и те же цели и задачи стоят обе стороны перед собой. И вот здесь я все время выступаю за… Я понимаю, что там правительство Израиля может не до конца этого понимает или не до конца стряхнули с себя вот эти остатки своих предрассудков. Но я считаю, что вообще сейчас союз Израиля и Украины, как абсолютно идентичных стран, сталкивающихся с идентичными угрозами, как ключевых союзников, он необходим. Взаимная помощь, поддержка. Я знаю, там кое-что делается, но недостаточно. Есть там обиды, есть там неудачные заявления дипломатов, государственных деятелей, есть контакты. У Израиля, к сожалению, были контакты с Путиным, они в каком-то уровне продолжаются с Россией. Это все ошибки, я считаю, что Израиля, и их надо корректировать. Ну и Украине, мне кажется, тоже здесь нужно как-то потеснее сейчас работать с дипломатией, с политиками Израиля, чтобы формировалось не только у них, у Украины, Израиля, общее понимание и возможности сотрудничной поддержки. Потому что здесь даже информационная поддержка очень важна. Взаимная информационная поддержка, она важна чрезвычайно. Сейчас в условиях, когда информационная война становится чуть ли не главной. И второе, это вот очень важно объяснять это всем демократиям мира, ребята, что это один и тот же процесс. И если вы будете мешать Израилю, Израиль имеет возможность сам решить вопрос со своими врагами. И если вы не будете поддерживать должном объеме Украину, вы проиграете, вы просрете в мир. Так же, как вот, допустим, вот Франция. Извиняя из выражения, опять будут сказать громко, просрала Африку. А кому? Диктаторам, которые поддержатся Путином с Вагнером. Вот я разговаривал с представителями оппозиции Мали. По их инициативе они встретились. Которые разорвали дипломатические отношения с Украиной, напомню. Да. Вы, говорит, не понимаете, что у нас с вами общие враги. У вас враг Путин и у нас враг Путин. У вас там его оккупационная армия, у нас путинская оккупационная армия в виде Вагнера. Понимаете, мы сейчас находимся настолько близко, вот мы вас знаем, вы нас не знаете. И мы хотим, чтобы вот общие усилия тех людей, которые понимают, что происходит в мире, которые видят это собственными глазами, ощущают на собственной школе, как я сказал, про эти атаки. Вот эти люди могли бы объединиться, потому что хороших людей больше, но они хуже объединяются. Плохие легче объединяются. И вот это вот сейчас необходимо объяснить всему миру, что это последняя война, которая могут своими руками, ценой жизни своих солдат-офицеров вести Украина и Израиль. И если вы не будете поддерживать, помогать или даже начнете мешать решению этих проблем, то вы получите такие конфликты, которым вам триллионов не хватит, десятков триллионов долларов. Блин, у вас эти вот, кто сейчас говорит, дайте нам еще там три бургера каждый день, они будут потом хлеб с солью доедать последний. Они говорят, вот это вот надо понять. Потому что начнется такая заваруха по всему миру, что никаких денег не хватит. Уровень жизни упадет три раза. По поводу хлеба с солью, я больше чем уверен, что вы оригинальную присказку знаете лучше, чем многие из нас, но вот и зрителям нашим... Ну, я же не мог сказать... Ну, Геннадий Владимирович, мы же с вами все-таки, говорится, понимаем, о чем идет речь. И всем зрителям тоже, кто это смотрит, мы еще раз выражаем признательность. Комментируйте, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу и расскажите, откуда вы смотрите это видео. Это тоже очень важно. Подпишитесь на YouTube-канал, телеканал прямой. У нас не так много времени остается. И хочу еще с вами, Геннадий Владимирович, обсудить вот эту преснопамятную историю про Украину и членство в НАТО, про то, что Лемонда французская не так давно говорила, что вроде как вот есть информация у журналистов, что американская администрация для себя этот вопрос вроде бы как решила положительно и там нужно надавить теперь только на Шольца и компанию. Дальше политика выходит с материалом, что по их данным как минимум семь стран-членов НАТО сопротивляются вступлению Украины в альянс. Ну и естественно вот дальше идет эта теория, что есть локомотивы, такие как Штаты и Германия, и есть страны, которые там прячутся условно, как говорят журналисты, за спинами этих стран, но тоже очень осторожную позицию выражают. Украина и НАТО, если не сейчас, как говорится, то когда, или это вот вечная морковка перед глазами ослика? Честно говоря, я не очень понимаю логику западного альянса, потому что он вообще-то военно-политический, не политический военный, а военно-политический. И когда идет война, невозможно добиваться там сплошными совещаниями консенсуса 30 членов, да еще в трех чтениях. Ребят, война окончится, пока вы там свои совещания проведете. Я считаю, что НАТО, как и любые другие сейчас международные институты, препятствующие развязанной глобальной войны, должны перестроиться. Вот они должны как-то создать механизм оперативного, быстрого реагирования, принятия быстрых решений. Вот невозможно там ждать, пока Виктор Орбан, агент открытый, открытый агент Путина, просто вот тут бабки сто процентов. Я этого, как говорится, много раз и слышал, и знаю, эти результаты расследований. Орбан на кормление у Путина. И когда ждать, когда Орбан там подпишет какое-то соглашение? Ну, это вот позор. Должны какие-то быть механизмы принятия решения, там, две трети или больше половины. А должны, в общем-то, не нравится такая демократическая процедура? Ну, значит, не нравится, ищи другого себе места. Потому что вот эти все сложнейшие процедуры согласовали. Ну, представьте, что Финляндии не принимали, да, или там Швецию. Вот невозможно. Ну, справились быстро, Геннадий Владимирович, справились быстро. Сколько год? Справились быстро, но там было жесткое давление. А как? Ну, как быстро? Не быстро. Год. Год, я извиняюсь заражением, удохались с этими отморожками. Я имею в сравнении, в сравнении вот с нами, да, в сравнении. Я понимаю, да, тем не менее, так сказать, полностью на стандартах НАТО, полностью страны совпадающие с всеми абсолютными стандартами НАТО. И там готовность НАТО принять, какие-то там органы всякие, прочие эти самые телепузики полезли, так сказать, там, своими возражениями. Поэтому Турция там. Турция? Да. Очень, очень сильно авторитарная страна, с очень странными, так сказать, представлениями о мире, которые заявляют, что готовы открыть, объявить войну Израилю. Как эта страна НАТО объявляет войну стране, единственной демократической стране на Ближнем Востоке? Ну, тогда расскажите мне, пожалуйста. И эта страна ещё определяет, кому быть, кому не быть. Что делать и чего не делать. Но я думаю, что вот эти механизмы должны быть изменены после войны. Я считаю, что Украина имеет полное право быть членом НАТО. Понятно, что это не даст ей сразу безопасности и возврата земель оккупированных, но процесс должен идти, и он должен идти быстро. Потому что Украина сегодня при всех, так сказать, издержках, ошибках, промахах и так далее и тому подобное, она сражается за всю демократию, всю систему демократии в мире. И сражается, проливая кровь своих граждан. Это должно быть понято и оценено, на мой взгляд, в том числе странами НАТО. Тут нет никаких аргументов, которые бы могли препятствовать вступлению и принятию Украины в НАТО. Она, Украина, одним этим уже, своим героизмом в защите всех демократий мира уже в это право заслужила. Всё остальное ерунда. И она гораздо более, скажем так, нацелена, гораздо больше исповедует ценности НАТО, чем даже Турция, давайте по-честному скажем. Да и не только Турция. Поэтому я думаю, что это вопрос, который надо решать. Но мы с вами должны чётко помнить. И хорошо, чтобы наши зрители тоже, по крайней мере, слышали такую точку зрения, мнения. Автоматические вступления НАТО в Украину безопасности не даст. Не даст. Потому что НАТО не готова к вступлению прямого боя в столкновение с Российской армией, опасаясь развития сценария ядерной войны. Поэтому сегодня задача, на мой взгляд, НАТО, первая задача, номер один, дать возможность Украине победить на поле сражения на своей территории. Обеспечить её военной и военно-технической преимущества на поле боя. Дать украинской нации положительные эмоции надежды, что она способна сокрушить врага. Мы прекрасно понимаем, что сейчас боевой дух в окопах не очень. И в украинских окопах, и в российских окопах, тем не менее. Вот в украинских окопах происходит, в первую очередь, потому что, ну, как бы затяжная война, очень тяжело. И я понимаю, что, так сказать, там и достаточно кровавая эта война. Я прекрасно понимаю, что люди устали. И, ну, устали от того, что нет положительных эмоций, нет больших успехов. И как только они появятся, они могут появиться за счёт военно-технического создания военно-технического преимущества. Тогда и нация, как бы, так сказать, по-другому начнёт относиться к этой войне. Но это моё предположение, это моя точка зрения. Я её никому не навязываю. Тем не менее, я считаю, что сегодня проигрывать войну демократия не имеет никакого морального, исторического, политического права. Просто не имеет. Ну, вот именно за вашу точку зрения вам и спасибо, потому что она здесь и мне, и нашим зрителям тоже важна. И финальная часть нашего сегодняшнего с вами диалога с уважением к вашему времени, Игорь Владимирович. Ну, смотрите. Значит, 26 января 2025 года Александр Лукашенко сказал, что перетрахивать он, конечно, не будет, выборчуюся систему, но выборы в Беларуси придут, и он будет баллотироваться. Давайте поговорим о большом друге Путина Александре Лукашенко. Значит, это тоже вот он 30 лет скоро будет, а 29 как минимум у власти. Ну, что можно сказать? В концлагере можно проводить любые выборы. На сморщике, значит, автоматчики на вышках, полиметчики на вышках, охранники с собаками ходят между рядов, и все дружно голосуют за диктатов. Ну, вот что какие-то выборы. Я вот опасаюсь, что Шольц позвонит Путина, прорвет международную изоляцию и покажет ему, что они считают его легитимным руководителем страны. Если только Шольц не позвонит с угрозами, Володя, даю тебе последний, так сказать, шанс убрать войска, сделать то-то, то-то, иначе у нас готово к отправке 200 леопардов, 20 комплексов патриотов, еще чего-то, и так далее, и тому подобное. Это единственный, может быть, разговор, который оправдан. А так это просто... Поэтому здесь нет, здесь Лукашенко о выборах даже не стоит говорить. Никакой легитимности ни у Лукашенко, ни у Путина давно нет. Тут Путин какую-то линию вел прямую, и операторы лоханулись. Уж я извиняюсь, по-простому скажу. Операторы лоханулись, не успели отключить эти лайки, дизлайки, комментарии. И это вот я... Можно в моем твиттере посмотреть, значит, табличка. 6,5 тысяч лайков, ну, понятно, там сказали, ботам всем сидеть и лайкать эти. И 34 или 36 тысяч дизлайков. Вот пропорция в сетях, как поддерживают Путина. Даже если предположить, что это не боты, а искренне поддерживающие Путина люди, то получается 16% в уровне поддержки в интернете. 16%. Вот вам реальные цифры. Поэтому в концлагере можно проводить любые выборы. Как в России представляет сейчас концлагерь, так уж тем более Беларусь. А в концлагере, ну, охранники с собаками сделают то, что не сделают, значит, пулеметчики на ушках. Правильно я понимаю, Геннадий Владимирович, что-то финальное, что все-таки Лукашенко все равно больше зависит от Путина, чем от Си Цзиньпиня. Потому что вот встречаю мнение, что все-таки Беларусь, ну, как-то начинает переориентироваться на Китай, чем на Россию больше. — Кому нахрен он там нужен в Китае? Вот я хочу такой вопрос простой задать. — Хороший вопрос. — Ведь деньги на Беларусь с 9 миллионами населения, с минимальным ВВП, с датируемой Путиным, от Путина они нотации получают. Он же каждый там квартал, или там каждые три месяца приезжает в Кремль, получает полтора-два миллиарда. Ни денег нет, ни хрена. И чего там будет? Что, картошку будут там скупать на корню, так сказать, китайцы? Да у них свои. — Ну, типа логистика в Европу, в Прибалтика, Европа. — Логистика через Россию, то есть Сид-Зепинь будет гнать товары. Был, кстати говоря, я еще с Бординым разговаривал, был такой царедворец, Павел Павлович, вот, у него был проект, вот, заходишь к нему, у меня у него огромная карта, и вот этот проект транссибирской магистральной дороги. — Магистраль, да-да-да. — Да, вот, и главное, это вы упустили, потому что готово было международное сообщество сделать такую транспортную артерию, соединяющую Азию с Европой. — Да, я вспомнил, извините, Геннадий, да, извините, я просто вспомнил, сейчас вы тоже посмеетесь, возможно, у вашего бывшего коллеги, он народный артист России, Александр Розенбаум был депутатом Госдумы, и вот у него был этот альбом «Транссибирская магистраль», там он писал такие слова, развлекается страна анекдотами, только жалко, что-то нет их про Ельцина, россиянин, понимаешь, работает, да, шахтеры все садятся на рельсы к нам, ну, мало что изменилось, ну, изменилось, но я имею в виду, вот, конкретно в сути. — Ну, дорогу не построили, но Розенбаум изменился, но Розенбаум изменился. — Да, да, с Розенбаумом мы знакомы, даже работали с ним в одной группе депутатской, он был депутатом, как-то правда, злился все время на эту думу, сказал, что это не мое, я уйду, это у нас как-то разговор с ним был, вот, ушел потом действительно, но ситуация такая, что логистика не работает в России, которая не способна, там, обеспечить пропускную мощность серьезную, то есть она не работает, там нет такого интереса у Китая в логистике через Беларусь. — Все понятно. — Они там пытаются шелковый путь пробить, там тоже есть всякие хитросты и подводные камни, но тем не менее, они в обход как раз с Россией, потому что Россия, как говорится, unpredictable, да, непредсказуемая. — Непредсказуемая, да. — И вкладывают там десятки миллиардов транспортной артерии, которые завтра могут быть попрыгать какого-нибудь идиота из Кремля заблокировано. — Рисково оно слишком. — Конечно, себе дороже. Поэтому нет, Китай, я не вижу никакого интереса Китая в Беларуси, вот никакого. То есть понятно, что Китай любит всех диктаторов, и он, конечно, не хочет, чтобы Лукашенко закончил свой путь в тюрьме или на плахе, но говорить о каких-то серьезных интересах, серьезных отношениях с Беларусью совершенно бессмысленно. И сейчас Путин, он будет договариваться, потому что страна от Калининграда до Владивостока, и она нужна Китаю как союзник по борьбе против демократии. Она безусловно нужна ему. И поэтому Китай не будет там останавливать помощь, поддержку Путина, если это не будет серьезно сокрушать его интересы в Европе, в Европе, в Европейском союзе, в Европейских рынках и в Соединенных Штатах Америки. Вот до какого-то предела он будет идти всегда, помогая Путину. А Лукашенко, это же довеска, это предатка, это же не сопостоятельная личность. Это, ну, как это называется, вассал, да? Ну, да, есть, кстати, о чем поговорить. И будет я, вот, два тезиса, ремарки. Первое, это спасибо и благодарность, конечно же, традиционно вам, Геннадий Владимирович, за то, что вы находите время и нашим зрителям комментируете, что мы думаем по всем темам, которые мы с Геннадием Владимировичем обсуждаем. Пожалуйста, пускай это видео посмотрит, как можно больше людей, потому что, опять-таки, спасибо вам за то, что провоцируете нас думать. Это немаловажный скилл в наши вот такие сложные времена. Ну, а если мы с вами, надеюсь, вы примете мое предложение пообщаться и на следующей неделе, то, говоря болгарским языком, вы уже будете в парижских самых люксозных стаях. Я помню по-болгарски, говоря даже, им о самые люксозные стаи, когда туристов забывают. Да, это комната, апартамент. Это единственное, что помню по-болгарски. И там, кстати говоря, вот эти вот воспоминания на столбах, которые там людей, ушедших из жизни, до сих пор сохранились. Да, да, конечно, да. Они это делают. Причем каждый, кто там, ну, на поминки вообще может зайти любой человек. У них такая вот традиция. Ну, да, вот такая вот. Ну, болгар мало, они друг друга все знают. Почти все болгары знают друг друга лично. По крайней мере, они так говорят. Чтобы мы сейчас вот не зашли в эфирное обсуждение на фамилию Киркоров, мы вот здесь вот поставим три точки по каждой и приглашаем вас присоединяться к нашим будущим. Сергей Владимирович, спасибо вам огромное и до новых встреч. Слава вам, слава Богу и слава Украине. Слава Богу.